Друзья, всем большой пламенной! Сезон сериалов начинается! Меня зовут Денис Колесников, или вы еще знаете меня как Кураж Бомбей, а я знаю все о ваших любимых сериалах, даже тех, которые вы еще не видели. Сегодня наш выпуск о молодых да ранних. В ближайшие 15 минут расскажу вам об университетских буднях 12-летнего вундеркинда Шелдона Купера. Вы также узнаете, к чему приводит безудержная тяга к веб-стримингу, и насколько опасно западать на симпатичных училок. Готовы залитнуть перед экраном? Отлично! Тогда поехали, но по традиции начнем с сериальных новостей. Всем привет! Сейчас я познакомлю вас с главными сериальными новостями. Один из наших с вами любимых ситкомов «Как я встретил вашу маму» получил спин-офф. Новое комедийное шоу будет называться «Как я встретила вашего папу». И главную роль в нем исполнит американская актриса и певица Хилари Дафф. Ее героиню зовут Софи, и она живет в Нью-Йорке. А еще мечтают встретить мужчину своей мечты. Долгую историю о пути, который привел ее к избраннику, Софи рассказывает своему сыну. Над новым проектом работают шоураннеры сериала «С любовью Виктор» и семейной драмы «Это мы», Айзек Аптакер и Элизабет Берген. Создатели сериала «Почему женщины убивают» анонсировали старт второго сезона. Продолжение выйдет уже в июне. На этот раз действие будет разворачиваться в 1949 году. Главной роли достались Элисон Толман и Нику Фросту. Элисон сыграет робкую домохозяйку Альму, а Ник — ее супруга-ветеринара Бертрама с кучей скелетов в шкафу. Также во втором сезоне мы увидим звезду «Однажды в сказке» Лану Парию и младшего брата актрисы из первого сезона Александры де Дарио Мэтью. Кстати, если вы не в курсе, автор этого проекта Марк Черри ранее работал над сериальным суперхитом «Отчаянные домохозяйки». Плохая новость для поклонников Киану Ривза. Вы не увидите актера в спин-оффе Джона Уикка в сериале «Отель Континенталь». А все потому, что создатели шоу изменили его концепцию. Теперь это приквел. Действие перенесли в Нью-Йорк 70-х, а главным героем станет юный Уинстон, владелец знаменитого отеля. Персонажа Киану там не будет. На этот раз Ривз ограничится только ролью исполнительного продюсера. Это все новости на сегодня. Смотрите только качественный контент. До новых встреч! Отличные новости! А далее у нас не опять основа. Рубрика, в которой я рассказываю вам о новых сезонах ваших любимых сериалов. Сегодня настало время «Детства Шелдона». Шоу, которое вы можете посмотреть в моей озвучке и которое вы очень давно ждали. Итак, «Детство Шелдона» — это спин-офф теории «Большого взрыва». Или даже, возможно, приквел. Идея создания сериала принадлежит актеру Джима Парсонсу, исполнителю роли доктора Шелдона Купера в оригинальном ситкоме, если кто не в курсе. Парсонс стал одним из продюсеров проекта. «Я всегда считал, что зря никто не сделал видеоигру из мира субатомных частиц. Счастью, благодаря моему мозгу в нее я мог играть годами». «Ах ты хитренький Мюон, ты же знаешь, что тебе тут не место». Закадровое повествование ведется от лица взрослого Шелдона. Купер рассказывает нам, как он стал гениальным физиком, как говорится, ничто не предвещало. Парень родился в небольшом городке в Техасе. В его семье ученых не было. Мама Мэри — примерная христианка, объясняющая все события божьим промыслом. Папа Джордж — школьный футбольный тренер и любитель посидеть у телевизора с пивком. «Это так по-техасски». «Видишь, если игрока захватывают в собственной зачетной зоне, соперник получает два очка и владение. Это называется сейфти-защита». «А я думал, что защита — это такой игрок». «Ну и это тоже». «Модно как-то все». «Зато теперь ты знаешь, что я чувствую, когда ты говоришь о черепашках-ниндзя». «Так а там все ровно, все же в названии говорится». В своей семье Шелдон — белая ворона. Ни его старший брат Джордж-младший, ни сестра-близняшка Мисси не разделяют интересов мальчика. Несмотря на отсутствие эмоциональной привязанности к другим людям, главный герой очень любит свою бабуленьку Кони, которая называет его «Мой пирожочек». Ее играет Энни Поттс, а роль самого Шелдона исполнил юный актер Иэн Армитидж, за плечами которого уже тогда были две большие работы — в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус» и «В большой маленькой лжи». «А мне разве можно намазывать масло ножом? Вдруг я с ним начну на кого-нибудь бросаться?» «Сам мажь свой тост». «Отлично, ты тоже видишь тост. А то я боялся, что он мне только кажется». «Шелдон?» «Так, ну все, все, хватит». «Что происходит?» «Ничего не происходит, все хорошо». «Мы с тобой потом потрясим». Любопытный факт. Маму маленького Шелдона сыграла актриса Зои Перри, дочь Лори Мэткель, в которой, в свою очередь, сыграла мать Купера в сериале «Теория большого взрыва». «Так ты думаешь, у меня проблемы?» «Ну, не проблемы. Я просто волнуюсь за твое будущее. И когда я вижу, как ты перемещаешь в воздухе эти субатомные частицы, субатомные частицы не выдумка. Ты же разговариваешь с мужиком на небесах, который исполняет желание. Если уж кто и свихнулся, то это ты. Так, а вот здесь ты уже перегнул палку. Извинись сейчас же. Не буду». Новый четвертый сезон сериала начинается с того, что 11-летний Вундеркинд готовится к школьному выпускному. Впереди его ждет универ, но не только учеба будет занимать юного студента. Наш пострел успеет и экскурсоводам в музее поездов поработать, и даже сгонять в библейский лагерь. Музей поездов ищет экскурсовода. Какого экскурсовода? Обычного, который рассказывает всем об экспонатах. Думаешь, их не смутит твой возраст? С чего бы? У меня есть аттестат зрелости. «Верно». «И я знаю о поездах больше других». «Верно». «И у меня есть уникальная способность донимать людей до тех пор, пока не получу желаемое». «Это уж точно». Успех комедии «Детство Шелдона» подтверждается самым веским в телевизионном мире доказательством – рейтингами. И неспроста его недавно официально продлили сразу на три сезона – пятый, шестой и седьмой. Ну а вам я предлагаю пересмотреть первые три сезона и новые серии свежего четвертого сезона в эксклюзивной озвучке «Кураж Бомби» и только в видеосервисе «Винг». А каково это быть родителями такого особенного ребенка? Убери, убери ее! Невероятно! Каждый день как праздник. Далее рубрика «Сериальная звезда». И сегодня ее героиней стала номинантка на Эмми Кейт Мара, известная нам по ролям в «Карточном домике» и «Американской истории ужаса». Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на другую работу актрисы – провокационный мини-сериал «Учитель», где у Кейт главная женская роль. Ее героиня – молодая и прекрасная преподавательница литературы по имени Клэр Уилсон. Она работает в одной из средних школ Техаса. Что ж такое? Снова Техас. В этом году у нас несколько новых лиц. Поприветствуем мисс Клэр Уилсон, нового учителя английского. Привет, Клэр. Привет, Клэр. Добро пожаловать. О, боже. И мистера Чарльза Хилла, учителя истории. Надо как-нибудь выпить. Я обо всем расскажу. Это прекрасная мысль. Вроде бы все в ее жизни хорошо. Стабильная работа, дом, возлюбленные по имени Мэтт. Они вместе еще со времен колледжа. Пара планирует завести детей. Но неожиданно Клэр очаровывается своим учеником, подростком по имени Эрик Уокер. Его играет Ник Робинсон. Я никому не говорил. Я не собираюсь. Я все понимаю. Слушайте, мне жаль. Я... Не надо было целовать. Я все понимаю. Это моя вина. Больше это не повторится. Хорошо. Вот. Отлично. Останетесь моим репетитором. Нет. Нет, прости, конечно, но нет. Если бы все случилось наоборот, никто бы не удивился. Сюжет, в котором старшеклассник западает на симпатичную училку, не нов. Здесь же разыгрывается история, которая однозначно приведет к нежелательным последствиям. Ведь, как легко догадаться, Эрик ответит Клэр взаимностью, а их бурный роман недолго будет оставаться тайным. И одним общественным порицанием дело точно не ограничится. Ты ведь шутишь? Да? Клэр, о господи. Клэр. Он же твой ученик. Ну да, я знаю, но ему 18, и мы влюблены друг в друга. Он твой ученик. В сериале «Учитель» очень точно раскрыты эмоциональные переживания даже второстепенных персонажей. Мы видим, как мучается в данной ситуации мать подростка. Как переживает измену бойфренд Клэр. И как на события реагируют друзья и даже просто знакомые главных героев. Дорогой, то, что с тобой случилось? Со мной ничего не случилось. Я... Вот что я тебе скажу. Мама, слушай. Нет, выслушай меня. Я в порядке, мне весело, все нормально. Знаешь, что я рядом, не забывай, когда ее выпустят, ты захочешь с кем-то поговорить. Ты... Ты о чем? Звонил прокурор. Сама же Кейт Мара невероятно убедительно играет. Внутренняя борьба, страсть, наслаждение и страдания. Актрисе удалось передать весь спектр чувств и эмоций Клэр. Да ладно, почему ты такой молчаливый? Мы последнюю ночь вместе. Именно. Это наша последняя ночь. Завтра ты вернешься к нему, а всего этого будто никогда и не было. Важно еще и то, что такая скандальная тема раскрыта в драме «Учитель» совсем не пошла, без перегибов. Убедиться в этом вы можете, посмотрев сериал в видеосервисе «Винк». Ты в курсе, что все было по согласию? Будь на моем месте парень, ты бы дал ему пять. Ты себя слышишь? Он твой ученик. Знаю. Он сам начал за мной ухаживать. А теперь настало время рубрики «Кто на новенького?». В ней я расскажу вам о проекте, который имеет все шансы стать одним из главных хитов этого сезона. Сегодня это российская остросюжетная драма «Хэппи-энд» от режиссера Евгения Сангаджиева. Смотри, соскочить не получится. Ты что, красиво отработаем. Главные герои сериала – Лера и Влад. Она безрассудная красотка. Он – скромный умник-программист. Ребята живут в провинциальном городке и промышляют продажей наркотиков. Однако, когда внезапно пропадает большая партия наркотиков, которые были отданы ребятам на реализацию, Лера и Влад вынуждены бежать из города, не имея ни средств, ни связей. Да и вообще, собственно, ничего за душой. О, Влад, сделай мне фотку, я папе отправлю, что я добралась нормально, что меня не убил, не закопал нигде. Лера, ты нормальная? Че? Нас там ищут. Никто не должен знать, где мы, никаких фото. Ну, это ж папа. Однажды, решив по-быстрому заработать, Лера попробовала у себя вебкам-моделью. И теперь при помощи Влада она ведет стримы эротического характера. Приведет ли это их к успеху? Давайте разбираться. Вот вам три причины смотреть сериал «Хэппи-энд». Первая причина – актуальная повестка. Этот сериал – высказывание на неудобную тему, которую принято избегать. «Хэппи-энд» срывает покровы с таинственного мира вебкам-индустрии, да еще и в замесе с очень опасной наркоторговлей. Влад, ты можешь какой-нибудь банк взломать? Или давай карточки какие-нибудь украдем? Это статья. Ну, давай тогда товар сами продадим. От 10 до пожизненного. Пожизненного – это суку. Нет, не то, чтобы каждый из нас близко знаком с эротическим стримингом, но если рассматривать это явление более широко, то сегодня в кого не ткнешь пальцем. Все тебе ютуб-блогеры, инстаграмеры или там даже, господи, прости, тиктокеры. Жизнь на показ уже стала нормой. Потеплее тут можно сделать? Чтобы ты уснула. В общем, что делать, знаешь? Удачи, бэйби-фейс. Не бэйби-фейс, это хангри-банни. Вторая причина – актерская игра. И начинающие, и опытные актеры справились со своей задачей на 5 с плюсом. Леру и Влада сыграли Лена Тронина и Денис Власенко, соответственно. Одно могу сказать точно – ребята, они перспективные. А во второстепенных ролях снялись уже давно знакомые нам Любовь Толкалина, Евгения Добровольская, Алексей Агранович, Лукерия Ильишенко и Александр Горчилин. Лейтенант полиции Масленников Вячеслав Юрьевич, документы ваши, будьте добры. Сейчас, секунду. Совершеннолетние? Да, мне 19. Слышь, может, вернешься? Запрещенное есть при себе что-нибудь? Нет, нет ничего. В документах. Выходим из машины. Третья причина – трушность. В хэппи-энде много откровенных сцен. Буквально открывающая сцена шокирует вас с первой секунды, так что помните, что у сериала рейтинг 18+. И тем не менее, его создателям удалось не скатиться в пошлость, за что им, конечно же, отдельный респект. Но все же детей от экрана точно уберите. Стрим твой видел? Поздравляю. Ничего, я реально никчемная, ты был прав. Знаешь, сколько я заработала? 40 долларов. Вообще 20. Это я тебе еще 20 закинул. Я уверен, что проект «Хэппи-энд» станет бесспорным сериальным хитом этого сезона. Уже сейчас вы можете посмотреть его по подписке Мори ТВ в видеосервисе ВИНГ. А чтобы узнавать о новых фильмах и сериалах раньше других, подписывайтесь на страницы ВИНГ в Инстаграм и ВКонтакте. С вами был Денис Колесников. До встречи на «Все ТВ». Пока. Субтитры сделал DimaTorzok